USB модем. Зачем USB модем нужен? Наверное задают вопрос себе некоторые пользователи интернета. А нужен для того, чтобы раздать интернет, к примеру, в автомобиле, возможно где-то в дороге раздать Wi-Fi, а также в том месте, где нет возможности провести кабель от вашего провайдера. Этот модем позволит вам не только раздать интернет с вашей сим-карты, которую можно легко вытащить с телефона и вставить вот сюда, под эту крышечку. Дальше я покажу все это в видео. И раздать тем самым интернет не только себе на телефон, а также окружающим при помощи сети Wi-Fi. Здесь в этом модемчике есть встроенный Wi-Fi роутер, который раздаст интернет с вашей сим-карты на несколько устройств в пределах радиуса действия вот этой вот сети. Смотрите, внутри этого USB модема, вскрываем вот эту крышечку, открывается она очень легким движением. Вот так вот. Есть два разъема. Разъем под сим-карту, а также разъем под карту памяти. Под карту памяти разъем, честно говоря, не знаю зачем он здесь нужен, вряд ли кто-то его будет использовать. А стандартную сим-карточку с вашего телефона можно достать, причем размер ее должен быть стандартный, никаких обрезанных. Нано-сим и прочего. Вставляем сюда вашу сим-карту. Сим-карты, кстати, любого оператора. Модем разлочен под любого оператора. Вставляете сюда хоть лайф, хоть мегафон, хоть МТС, хоть водофон, любую карточку. После установки карты нужны элементарнейшие действия. В принципе, можно обойтись и без них. Здесь вот под крышкой указан пароль от Wi-Fi сети. Можно сразу подключаться. Сим-карточка активируется. У всех операторов фактически сейчас одинаковый. APN, точка входа для ваших сим-карт, для подключения 3G, 4G. Этот модем поддерживает 2G, 3G, 4G сети. Скорость загрузки здесь максимально 150 мегабит. Скорость отдачи 50 мегабит. Это максимум, который может выдать этот модемчик. Существует несколько способов использования вот этого USB модема. Вы можете просто напрямую подключить его к блоку питания, к заряднику от вашего мобильного телефона. Конечно же, зарядник должен быть 5-ти вольтовым. Ток потребления этого USB модема примерно 750 мА, поэтому любой блок питания подойдет. Включаем его в ваш зарядник, втыкаем в розетку и у вас интернет с мобильным Wi-Fi роутером работает по всему дому. Раздается Wi-Fi, принимается интернет от 4G сети, от 3G сети. Второй способ использования. Вы можете взять этот USB модем и подключить, к примеру, к пауэрбанку. И тогда вы сможете этим же Wi-Fi роутером раздать интернет даже без наличия питания 220 вольт. И, соответственно, таким образом вы снова получаете интернет в любой точке, где есть покрытие 3G и 4G. А если покрытия 3G либо 4G нет, вы используете выносную антенну. Два разъема для такой антенны находятся с вот этой вот стороны под такими вот крышечками. Вот такая вот, на первый взгляд, флешка, которая на самом деле является очень удобным устройством, которое может вас обеспечить интернетом. Здесь имеются три индикатора. Индикатор уведомления о подключении к сети 3G, 4G либо 2G. Индикатор включения Wi-Fi, раздачи Wi-Fi и также индикатор, если вы получили сообщение на сим-карту, которая внутри этого модема. На обратной стороне модема указана модель Е8372, а также различная информация по модему. Для того, чтобы поставить сим-карту, необходимо вот таким движением открыть верхнюю крышечку. И здесь мы видим все необходимые разъемы. Сим-карту желательно, конечно же, брать 4G. Видим, здесь показано, как правильно установить сим-карту уголочком к себе. А вот таким вот образом это и все действия, которые вам будут необходимы. Здесь можно установить TF-карту. Здесь имеется также Wi-Fi, пароль на Wi-Fi, адрес для входа на веб-морду этого модема, а также кнопочка Reset сброса, если вы поставили пароль на вход, соответственно, на этот модем, либо же на Wi-Fi и не можете к нему подключиться. Зажимаете Reset на несколько секунд, модем сбрасывается, мигнут индикаторы и, в принципе, все это будет восстановлено. После этого возможно зайти по вот этому Wi-Fi паролю на сеть Wi-Fi. Сеть будет называться вот таким вот образом, Wi-Fi Zong 4G. После этого закрываем крышку и просто включаем в любое USB устройство. Будь то блок питания, будь это автомобильный прикуриватель, в котором стоит адаптер под 5 вольт, будь то роутер, будь то, к примеру, ваш ноутбук, которому, кстати, при подключении в USB порт он будет раздавать интернет через USB порт и ноутбук будет видеть его как Ethernet порт и как подключение по локальной сети. После подключения модем определяется ноутбуком как USB накопитель. Далее происходит вот такой вот звук, который указывает на то, что драйвера от модема установлены. Если этого не произошло, можно зайти непосредственно на сам модем. Далее автоматически открывается ваш браузер с адресом 192.168.8.1. Естественно, между этими цифрами нужно поставить точки. И мы видим стартовую страницу, на которой есть уровень 4G либо 3G сети, оператор и, соответственно, подключено. Здесь показано состояние, текущее состояние, объем переданных данных, продолжительность сессии, подключение, общий доступ и можно же также посмотреть файлы, которые на SD-карте. В статистике, вот так вот долго он переходит, в статистике указан общий объем трафика, IP-адреса. Здесь же можно поставить лимит трафика, задать какой-то определенный объем, который будет потребляться в месяц, к примеру, либо же в неделю. SMS, это SMS-ки, которые приходят непосредственно на сим-карту оператора. Как видим, здесь у меня вот такие SMS-очки. Все их можно прочесть, можно удалить. Далее, USSD, это запросы для того, чтобы посмотреть счет, мегабайты и так далее. Здесь вот можно проверить баланс, пополнить счет, проверить услуги. И так далее. Обновить в разделе обновления, можно проверить обновление ПО на ваш модемчик. В настройках мы можем задать название Wi-Fi сети. Я его изменил на вот такое вот, максимальная длина 32 символа. Здесь же есть соединение, мобильное соединение. Если у вас по каким-то причинам не соединяется мобильная сеть, смотрите, здесь можно поставить ровнинг автоматически, либо ручной выбор сети. Далее, в установке профилей, в управлении профилями, можно задать интернет, точку доступа, пароль и имя пользователя. Но, как правило, это не требуется. И у всех стандартная точка входа это интернет. В настройках сети также можно выбрать частоты, диапазоны, выбрать режим, в котором будет работать модем. Поиск сети будет ручной, либо автоматический. Здесь рекомендую поставить авто и все диапазоны. Здесь же можно произвести настройки Wi-Fi. Основные настройки. Это сеть, режим защиты безопасности и ключ, соответственно, пароль на Wi-Fi. Здесь можно включить трансляцию Wi-Fi имени. То есть, для того, чтобы никто не видел ваш Wi-Fi, Wi-Fi вашу сеть, вы можете выключить просто трансляцию и будете подключаться только вы к этой сети. И больше никто не увидит. В дополнительных настройках Wi-Fi есть канал, выбор канала, изоляция точки доступа. И также можно поставить полосу частот Wi-Fi. Можно также поставить фильтрацию по MAC-адресам. В принципе, настройки фактически, как на любом роутере, который вы используете. Здесь также есть DHCP. DHCP можно задать диапазон DHCP адресов и срок аренды этих адресов. В безопасности. Все так же, как в вашем стандартном роутере. NAT, APN, DMZ, виртуальный сервер, фильтр IP и LAN адресов. Защита ПИН-кодом и БРАУНДМАУ. В системе есть информация об устройстве. Вот такая информация. Здесь же можно увидеть сигналы, которые есть на модеме. Вот здесь важный показатель. Минус 73 ДБМ. Здесь же есть IP-адрес и все остальные данные по этому модему. Сброс настроек, перезагрузка, обновление. Общий доступ. Просмотреть то, что находится на SD-карте. Приложение, которое можно скачать по QR-коду, либо же по ссылочке, которое покажет вам статус ваше устройство, мобильного интернета. Также позволит управлять сетевыми соединениями вашего устройства. Вот здесь есть индикатор непрочитанных сообщений, индикатор сети, также указание сети 4G. Передача по One-порту, то есть по USB-порту здесь. И здесь же включение или выключение Wi-Fi индикатор. Можно выйти, можно выбрать другой язык. Языки следующие здесь присутствуют. у этого модема. Вот такие вот настройки здесь присутствуют. Но еще раз повторюсь, в принципе, со всеми операторами он работает. Из коробочки достали, сим-карту поставили, воткнули, все работает. Пароль, если нужно изменить, изменяйте, если нет, пользуйтесь и так. А вот такое вот видео. Всем спасибо за просмотры. Подписываемся на канал, ставим лайки, смотрим другие видео по интернету, по антеннам, по IPTV и IPTV приставкам. Канал интересен, подписываемся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok